Друзья, снова здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале ProIKE. Меня зовут Татьяна, с кем не знакомы. Снимаем в нашей маленькой уютной студии. Кстати, студия вообще предназначена для обзоров по нашему второму каналу Siberian Wellness. Но тему, которую мы хотим вторую тему обсудить, это Почта России и в условиях магазина. Ну, тоже снимать немножко нецелесообразно, неудобно, шумно и так далее. У меня передо мной огромный флипчат, на котором мне Дима написал шпаргалку. Мы, кстати, пишем уже второй раз, потому что первый раз я рассказала неинтересно. Буду стараться интересно. Значит, смотрите, вы просили рассказать про Почту России, плюсы-минусы, короче, выкопать все, что можно. Вот все, что смогли, нарыли, и пообщались с почтой, кто принимает такие посылки, и пообщались в кулуарах с сотрудниками, и с кулцентом, короче, собрали информацию в одну общую кучку, и вам ее генерим. Значит, Почта России условия отправляют только по России, по территории РФ. Это, с одной стороны, минус для, допустим, жителей Казахстана, Белоруссии, таких сопредельных каких-то небольших государств. Но плюс для нас то, что можно даже в самую глухую деревню, в которой нет ни посредников, ни там какой-то транспортной компании, то есть вы можете получить в свою посылку, допустим, шторы, сковородку, кастрюльку, какие-то такие, да, предметы интерьера, вы можете заказать. То есть это уже плюс. Дальше, по поводу стоимости. Друзья, вот табличка, смотрите. Но стоимость может варьироваться, потому что это все-таки Почта России, и у них есть своя тарификация. Операторы в кулцентре утверждают, что цена фиксированная, что только от веса зависит, что Владивосток, что в ближайшей Подмосковье. Но как-то вот сомнения у нас есть по этому поводу. Мы вроде бы вбивали индексы, но до этапа оплаты не доходили при проверке. Поэтому кто из дальних регионов, вы, пожалуйста, корзину когда набиваете, проверяйте, чего вам сколько выйдет. Потому что был у меня такой опыт, нам нужен был срочно заказ для себя лично. Мы оформляли его через интернет-магазин Икея, и по деньгам нам вышло дороже на этапе оплаты, чем считала корзина первоначальна. Вот, поэтому этот момент, пожалуйста, учтите и не забывайте просто про него. Так, по поводу, давайте сначала вообще расскажу условия все, да, условия, брак, возврат, а потом сведу общие плюсы и минусы, вот, вытекающие из всего этого. Если вы, а, кстати, еще смотрите момент, Икея отправляет в такой картонной коробочке со своими фирменными логотипами, все стекло, какой-то пластик, то есть то, что может побиться, оно все прямо вот завернуто. И с этим все хорошо. Икея отправляет заказы ваши только через интернет, только с интернет-магазина. То есть, если, допустим, вы там находитесь где-нибудь в Нижегородской области, ну, мне так проще, город Арзамас, и вы хотите посылку получить. Нет, друзья мои, не с Нижнего поедет, не нижегородские вы акции смотрите. Нет, это для вас при интернет-заказе через Почту России недоступно. Все посылки едут из Москвы, из интернет-магазина. То есть, вот определенный склад, у них свое определенное количество товара, и у них очень-очень мало скидок. То есть, эти моменты тоже, пожалуйста, учтите. Если вы хотите поймать какой-то крупный сейл, либо сами в Икею, либо ищите посредников, которые могут вам привезти это по скидке. Особенно, какие скидки были, да, после новогодней распродажи. Там прямо на самом деле было очень вкусно. Одни наводчики ульвида по 80 рублей в Москве, что стоили. Вот, это по поводу нюансов. Значит, все, у вас устроена стоимость, вы оплатили, довольны и счастливы. Бежите на почту, забирайте свою посылку, вскрываете, а там брак. Ну, во-первых, откуда он может быть? При перевозке. Во-вторых, сотрудники в магазине, которые набирают заказы, логисты, они тоже живые люди и могут собрать что-то. Ну, там, не в магазине, там, получается, на отдельном складе собирают. Ну, могут положить, не увидев. Вот. Если это происходит, что вы делаете? Вы фотографируете все это дело. Звоните на горячую линию 8800. Рассказываете оператору, что у вас произошло. Вас фиксируют заявку. Дальше вы какое-то количество дней ждете после... Ну, заявку зафиксировали, вам отправили в электронную почту, вы нанесли фотографию либо видео, в зависимости от запроса. И дальше вы ждете ответа, когда примут решение по опыту вашего заказа. Если вам принимают положительное решение, подтверждают, что брак, да, либо там заводской, либо, допустим, почта России виновата, вы отправляете посылку за свой счет. Но, когда Икея все это получит, то есть сохраните все чеки, отправляете им неналожным платежом, оплачиваете. Значит, когда Икея получит вашу посылку, они тоже все обработают и подтвердят брак, только потом они запросят у вас реквизиты, куда вам скинуть возврат. То есть здесь вот такой минус, я бы сказала, приличный. Вы отдали деньги, есть риск получить товар с браком и обратно получить неизвестно через сколько. То есть сроки увеличиваются. Но, опять же, для дальних регионов это реальный выход из ситуации. Это по браку. По возврату. Если вам вот просто не понравился товар, обычные условия Икеи, кстати, по поводу возврата ролик уже готов, можете посмотреть. Если вам не понравился просто товар, что-то не так, штор вы купили, например, в Майгу, вы не посмотрели наш обзор и решили, что темно-фиолетового, такого грязно-сливого цвета шторы, это все-таки сирень. Купили, а у вас пришла не сирень, а что-то по цвету. И вам, соответственно, отправлять посылку. Тут уже, ребята, за свой счет. Не обольщайтесь. Икея в этом плане не примет. Бесплатно можно даже не фантазировать. Давайте подведем теперь плюсы и минусы по поводу Почты России. Плюсы можно в любой дальний регион, даже в деревне. Это прям несомненный плюс, потому что Почта России, как и Сбербанк, есть, ну, везде. Минусы – это сроки. Сроки варьируются по-разному, в зависимости тоже от трафика, загруженности почты. Дальше – потеря посылки. Тоже ее никто не исключает. Посылка вроде застрахована, Икея потом вам возместит. Но это тоже, ребята, время, нервы, деньги, то есть такая вот удлиненная такая цепочка. Деньги, соответственно, как я вам уже объяснила, вы вложили, товар заказали, он к вам там и не торопится. Вечерняя лошадь из Парижа не скачет. Ну и риск брака, да, если когда, допустим, работаете с посредниками, ну, опять же, у кого они есть? Не у всех регионов есть посредники адекватные. Брак тоже, то есть ложится на вас, ну, и решение проблем по браку. В принципе, я бы сказала, что услуга Почты России неплохая. Икея – молодцы, растут, развиваются, прижимают нас. Знаете, вот она такая двойная. Дима мне говорит, почему таким невеселым голосом? Блин, да как-то сильно радоваться-то, потому что в очередной раз Икея нас прижимает. Как вообще, да, сферу деятельности. Но для дальних регионов, повторюсь, там, Дальний Восток, Крым, то есть куда вообще, там, да, конский ценник на доставку, можно за более-менее адекватные деньги, ребята, вам получить. Поэтому все плюсы и минусы для себя просчитайте и придите к выводу. Надеюсь, видео как бы поможет. А теперь хочу поделиться еще так вот новостями, которые мы услышали в Куварах. Вот Икея сейчас ввела Почту России, уменьшила стоимость доставки во все регионы. Где есть посредники, хоть мало-мальские. Теперь добавляют еще, будут добавлять и транспортные компании. Скорее всего, подряд будет заключен за деловыми линиями и будут возить габарит. По ценам, ребят, не скажу. Там отдельные нюансы. Когда по транспортным будет понятно, мы вам снимем видео. Потому что что с Почтой России, что с транспортными компаниями мы работали очень долго. Потому что до того, как начать плотно сотрудничать с Икеей, мы занимались совместными закупками. Отправляли вот все, что можно и куда только нельзя. Плюс еще новогодними подарками. То есть объемы. Кофточка и куча новогодних подарков. Это разные вещи. Поэтому по транспортным компаниям тоже есть свои плюсы и минусы. Кстати, про Почту забыла еще такой момент отметить. То есть хрупкость не ставится. Поэтому так как на почте ничего не изменилось. Ни зарплаты, ни условия. И посылки вот так кидаются при разгрузке. Есть риск брака. Поэтому я бы больше, наверное, все-таки, если бы лично мне сказали, Таня, чтобы ты заказала из Икеи через почту, наверное, это текстиль. С ним точно ничего не случится. Значит, давайте вернемся к нашим баранам. Точнее, к нашим новостям. Соответственно, ребят, кто занимается тем же, что и мы? Ну, поймите, уже не будет такого светлого будущего. Это реально уже такая вот парабола, да, тематическая, к стагнации приходим. Но обычно потом должен быть взлет, но непонятно пока. У вас два варианта. Либо искать другую сферу деятельности, либо становиться экспертами. Что подразумеваю? Вот, допустим, особо давно был пример. Обратился мужчина из другого региона, посредник. Попросил проконсультировать. Мы с удовольствием консультируем, помогаем. Когда такие, да, вот спорные такие моменты сложные какие-то или непонятные, человек спрашивает о размерах, которые есть на сайте. Ребят, ну, давайте не будем лениться и будем любить своего клиента, относиться к нему так, как мы хотели бы, чтобы к нам отнестись, если бы мы были на месте вот в этих, да, тапках. Вот, поэтому такие моменты все-таки как-то, ну, обидно, что ли, становятся. А еще хотела бы отметить и вот прям предостеречь. Ребята, не покупайте псевдо-франшизы на доставку товаров Икея. Сама Икея не продает франшизы принципиально, этого не будет никогда. Но куча сайтов, куча, как бы, да, товарищей, которые написали сайты копии Икеи и втюхивают их направо и налево. Ценник небюджетный. К Икее это отношение не имеет никакого. Как бы они ни пытались договориться с Икеей, увы, этого не выйдет. Почему? Потому что Икея такое не приемлет. Они их тихонечко так ненавидят и пытаются с ними бороться. Видите, даже изменения, которые были летом, мы вы видели в видео, которое мы записывали по поводу сайта, как он начал тупить. Это было связано как раз именно с франшизами вот таких посредников, которые очень сильно нагружают сайт через парсеры. Поэтому, друзья, давайте становиться экспертами, либо покидать данный рынок совсем. Или плавно, как мы, развивать другие сферы. Друзья, ну и под итог. Давайте делиться в комментариях, прям давайте плотненько обсудим эту тему. Как вообще, кто уже воспользовался, что реально по ценам, по срокам, были ли проблемы получения, долго ли шло, в каком виде пришло, помятая, не помятая визуальная коробка. Да, он сам ящик киевский. Потому что все-таки интересно, все это в картоне едет, мало ли как вообще все это доедет. Вот нам это очень, на самом деле, любопытно. Мы что смогли, узнали. Особенно меня интересует дальний регион. Потому что к себе мы, например, можем проверить, у нас посылка из Москвы около 10 дней идет в среднем. А вот как у вас там вообще, да, сопоставимы именно с обычными посылками, например, с Алиэкспресс, с какими-нибудь интернет-магазинами. Вот как у вас это дело обстоит? И, ребятушки, я уж можно воспользуюсь служебным положением? Вы прекрасно знаете про наш второй вид деятельности, Siberian Wellness, и мы развиваем наш второй канал про ЗОЖ. Простой образ жизни, затяной просиной. Там еще даже так написано. Мы еще маленькие. Нас 400, по-моему, с чем-то человек. Поэтому нам очень важна ваша поддержка. На самом деле там много полезного, интересного для здоровья, красоты, молодости. И не только. Поэтому, кому тема интересна, подписывайтесь. Либо просто нас поддержите. Ну что, по почте все, что смогли, нашли, рассказали, донесли. Поэтому давайте обсуждать. Не забывайте подписываться. Это важно. Иначе вы будете просто пропускать новые уведомления. Дима шлепает обзоры, прям вот не шлепает, а печет, печет, да, печет. Как принтер, 3D принтер вам выкидывает в YouTube обзоры. Вот. Что мы снимаем даже секущий обзор в день рождения старшего ребенка. Вместо того, чтобы отмечать день рождения, родители уперлись в студию и снимать обзор. Все. Всех любим, ценим. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok